Приветища Amigas, нововы, снова ясного проекта Аромата и сегодня такой полуобзорный видос в произвольном стиле про сразу несколько советских ОБТ. Я решил объединить в одном видео танки начиная от Т-64 заканчивая Т-72А и поскольку сейчас в интернете царят времена неслыханного виртуального патриотизма, я не буду называть танки совками, буду любя советский союз называть эти танки совочками. Надеюсь, что виртуальным патриотам будет легче пережить это видео, если они будут его смотреть, конечно. Значит, что хотелось бы сказать с самого начала, о том, что советская ветка ОБТ это, наверное, самая скучная ветка в этой игре. Ну, возможно, среди ОБТ, может быть, среди БМТ и БМБ, и БМП там царит что-то похожее, да, но вот среди танков реально советская ветка самая скучная и унылая. Обозревать каждый танк, писать гайды про него смысла абсолютно нет никакого, потому что, на мой взгляд, если ты ездил на одном танке из этой ветки, например, на Т-64, я считаю, что ездил на всех, ну, кроме арматы, наверное. Я не буду затрагивать 54-ку и 62-ку, потому что какая разница, какие эти танки, говно, хорошие, пофигу, на них 10-15 боёв, и вы уйдёте дальше. Ну, или оставите себе их в ангаре, будете выкатывать на них на праздники, или пофармить, дело ваше. Вот, начиная с Т-64, значит, пойду, потому что между 4-м и 5-м левелом уже нужно набрать прилично опыта, где-то без премиум аккаунта неделька, а то и две, корячится, очень мало опыта там привозят. Вот, вообще, здесь, в этой игре, конечно, очень долгая прокачка, цифры всё больше и больше становятся, на 8-м левеле они будут вообще ужасать по количеству необходимого опыта, но вы имейте в виду, что с каждым левелом за бои вы будете получать немножко больше опыта, да, но всё равно, всё равно очень долгая прокачка, приходится переводить свободный опыт за деньги, благо, что это здесь, на удивление, дёшево по сравнению с картофельными танками. Значит, почему я сказал, что если ты ездил на двух танках, ездил, считай, на всём? Потому что Советский Союз и позднее Россия придерживались политики такой, что вместо того, чтобы изобретать заново вертолёт каждый раз и вводить в строй новые танки, модернизировали танки старые, поэтому в итоге все танки, ветки, как я уже сказал, похожи друг на друга. Вот, например, разница между Т-64 и Т-72. На картинках они выглядят похоже, если не сказать одинаково, особенно верхняя лобовая деталь, но на самом деле 72-ка, она немножко больше, чем 64-ка, да, ну я уж молчу про то, что там орудие другое и так далее. Внешне вот танки просто один в один. Вот, у всех советских танков, здесь сразу скажу, абсолютно убогий УВН, это наследие ещё танков Второй мировой войны, просто ужасное говнище, пушка слегка задирается вверх, и ни хрена вообще ни на градус, практически не опускается вниз, что не позволяет этим танкам использовать ландшафт, использовать как-то местность для игры. Эти танки должны воевать только на абсолютно плоских поверхностях, таких как дорога, там, поляна, и не дай бог, если какая-то кочка попадётся, и либо вашу задницу приподнимет, либо передницу, то есть вы ствол не задерёте, не опустите, выстрелять не сможете. В то же время танк становится, естественно, на плоскости нереально хорошей мишенью, потому что в этой игре картонность танка на ранних левелах определяется размерами его нижнего листа, то есть нижней лобовой детали, и если нижняя лобовая деталь большая, значит танк картонный, в неё легко попасть, если маленькая, то есть попасть немножко сложнее, значит танк считается более бронированным, потому что, ну, вся игра здесь, это как, ну, поскольку сам проект внебрачный, внебрачный ребёнок Wargaming, танка, геймплей здесь очень похож на геймплей World of Tanks на голде, то есть все ездят и друг к другу шмаляют нижние листы, ну и в пару зон пробития. Значит, Т-72, да, мало чем отличается, Т-64, 72А, это, ну, не первая модернизация, первая большая, в общем-то, крупная модернизация 72-ки, там, у неё появилась кое-какая броня, там уже навесная, значит, Т-80, что такое Т-80, это глубокая модернизация Т-64, то есть, возможно, новая башня, новая пушка, ну, не мне вам объясняет, что такое глубокая модернизация, ну и Т-90, это глубокая модернизация Т-72, поэтому, то есть, никаких изменений, никаких перемен, в то время как американские ветки, там, немецкие, у них прям вообще каждый, на каждом левеле, прям принципиально, практически принципиально новая машина, то есть, которая вообще по-другому выглядит, по-другому играется, ну, у Советского Союза, к сожалению, так вот всё печально, такое ощущение, что вот как 64-ку взял, на 64-ке поиграл, и всё, следующий танк можешь брать уже не торопиться, потому что это будет та же самая 64-ка, по ощущениям, по геймплею, по всему. Ну, собственно, перейдём к боям, а там уже сами увидите. Ну, вот начну с 64-ки. Многие, кстати, спрашивают, как я вывел нанесённый урон и полученный урон на экран, это делается через настройки интерфейса, escape, настройки, там, увидите интерфейсы, вперёд. Значит, 64-ка слывёт на своём уровне довольно крепким танком, потому что имеет довольно-таки среднего размера нижний лист, хотя в него попасть несложно, довольно крепкую башню, верхний лист вообще никто туда не стреляет, вот, так что считается, что танк вполне себе норм. У всех советских танков традиционно очень дамажное оружие, очень неплохой пробой, возможно, выше, зачастую пробитие выше, чем у одноклассников, но пушка нереально косая. Кто играет на советских танках, те, наверное, не раз и не два промахивались по врагам просто в упор. Регулярно вижу, как снаряд вылетает за пределы круга разброса, то есть это вообще что-то невероятное, но эта игра ещё багует, я имею в виду, что комментаторы из будущего, обратите внимание на дату, когда выложено это видео, то, что у вас там со временем всё поправят и какие-то танки будут нагибать, то есть это исключительно дела времени. На четвёртом левеле преобладает огромное количество машин, БМП, БМД, разведка, то есть, и поэтому здесь правят ПТУРы, то есть встал в кустах, ждёшь, когда к тебе приедут, ОБТ в этой игре никогда не обнаружат никого самостоятельно, потому что танки просто слепые. В то время как сам ОБТ очень хорошо виден, остаётся дело техники навести, вот ПТУР наводят, навести ПТУР на ОБТ, нажать на спуск, всё, ракета долетит и задамажит, потому что, ну, защиты от ПТУРов пока что ни у кого, никакой толком нету, особенно этой защиты. Её нет ни у кого, но особенно её нету у 64-ки, потому что на четвёртом левеле, мне кажется, это единственный ОБТ, у которого нет даже дыма. А 64-ка, и, по-моему, американская корыта, как его там, Starship, что ли, вылетела из головы, М60, короче, модернизированная, вот, четвёртого левела, у неё, по-моему, по-моему, боюсь ошибаться, что у неё тоже нет дыма, я пока на нём сам не играл, но сколько я их не видел в бою, у них дыма нет. Вот, и у 7-ми... Это, на самом деле, довольно обломно на четвёртом левеле, потому что, ну, серьёзно, ПТУРы задолбали всех. Да чего ж там, мне ж премиум... Мне ж пресс-аккаунт не дали, они заебали всех эти ПТУРы. На форуме Вайн стоит просто дикий, потому что, блядь, ОБТ и все вот эти машинки, они вместо того, чтобы осуществлять разведку, то есть то, для чего их создавала мать... Хотел сказать, мать природа, но то, для чего их создавала мать конструкторское бюро, они этим не занимаются. Они стоят в кустах и ебашат ПТУРами просто, нанося просто дикий дамаг, особенно... Особенно бесячая машинка, но её в бою здесь нету. Как-то свинг что-то там называется, у которой ПТУРы взлетают вверх. То есть там даже прицел не надо. Из аркадного прицела за камнем встал, ПТУРы выпустил, ПТУРы просто подлетели и ухерачили врага в крышу, можно сказать. С огромным пробитием. Вот, из-за этого... Из-за этого многие люди уже побросали игру, на самом деле, из-за того, что... Они считают, что игра очень мега кустодрочная, но она именно на 4-м левеле такая, потому что всякие опёздолы на вот эти техники сидят просто и из кустов набивают урон. Ну, естественно, что игрокам на танках такая ситуация хрен понравится, да. Не для того из картошки уходили, чтобы опять там с кустодрочерами сражаться. Так и то, там они хотя бы на ПТХах сидели, там был шанс как-то рикошетнуть, что-нибудь сделать. Здесь шансов ПТУР рикошетнуть, естественно, нету. Потом с левелом, конечно, от ПТУРа защита возрастёт. Многократно, да. Но на 4-м левеле от ПТУРа страдают просто все. Вот уже непонятно, да, куда ехать и что делать. Слева затор, справа затор. По центру никого нету, но по центру стоит в кустах какое-нибудь говнище обязательно. То есть, вот, кто меня заметил? Ну, вряд ли это ОФ-40 из-за дома, да. Это вот там напротив стоит какая-нибудь БМП, БМД, ещё что-нибудь такое. Маленькая, сука, и незаметная, и злобная. Со злобными... Вон она, БМД появилась, видите. Переехала, переехала за дом. До этого она стояла в кустах и оттуда палила. Но, видимо, терпела... А, ещё и не одна она, видимо, там стоит-то. Смотрите-ка. Ещё что-то там стоит. Всё, и отсюда уже не уехать, да. Потому что, ну, наш свет хер знает где, хер знает чем занят. То есть, скорее всего, точно так же. Где-то в кустах стоит и урон делает. Бэм, ракет прилетела. Очень странно, что без дамага, видимо, попала куда-нибудь в гусеницу. Всё, попытаюсь отсюда жопу уехать. Бэм, вот ещё ПТУР прилетел, пожалуйста. Просто 218 дамага. А, это арта. Это арта М109. Да, ПТУР больше дамажен. Вот, сейчас ПТУР прилетит, смотрите. Нет. Потерял, видимо, у меня из виду бедняжка. То есть, как бы, танки здесь не могут самостоятельно в этой игре давить направление. И стоит это некоторым обладателям БМТ и БМД и прочих машинок это учитывать. То есть, танку нужен свет. Если танки поедут давить направление без подсвета, их всех там сложат нахрен вслепую. Они даже ничего не сделают. Они врага даже не увидят, скорее всего. Ну, а кого волнует чужое горе, да? Да и в этой-то ещё игре. То есть, каждый делает, что хочет. Каждый хочет набивать дамаг. Для этого, видимо, берётся машина разведки и идёт набиваться дамаг. Так, ну здесь подранков очень много. Подранков надо, конечно, забрать. Обязательно возите с собой, кстати, если вы играете пару фугасов, чтобы добивать самых недобитых. Блять, ну как промахнулся. Куда, блять, снаряд влетел? О, классно, вы не шканули. Я до сих пор не привык к убогой скорости полёта снаряда в этой игре. Вроде и пишут, что нет, снаряды летают нормально. Да где они нахуй нормально? В игре про Вторую мировую войну снаряды быстрее летают, понимаете? Вот, особенно фугасы и кумулятивы здесь. И вообще просто инвалидные снаряды. Пока выстрелишь, уже враг уедет, а на его место приедет союзник получить ваш снаряд. Ну, образно говоря. Так, фугасом доберу, интересно. Вау. Воу-воу. Разошлась наша команда, смотри, всё-таки победили. Ну, это карта, блян, такая. Тут, вот я говорю, раз на раз. На самом деле, в этой игре нельзя выбрать какое-то заранее направление и туда ехать. Надо ехать туда, куда едут ваши светляки. Потому что иначе только пиписю теребонькать в этой игре можно. ОБТ здесь очень слепые. Их, блядь, ослепили, наверное, специально, чтобы была какая-то необходимость в БМПшках и в БМДшках. Наверное, видимо, мало того, что они могут птурами дамаг накидывать. А вот, кстати, машина с птурами. Вот это. ФВ, вот она. Свинкфайр. Ну и чё, ты куда-то рулишь? Вот она птурами накидывает. Она вообще очень мега незаметна. Плюс ещё сажаете туда эту Сабрину Вашингтон или как там, командира танка-негритянку, которая повышает незаметность машины и всё. Эта машина просто становится привидением. Её не видно, пока к ней на расстояние 100 метров танк не подъедет, наверное, я не знаю. То есть, сколько раз уже слито, я уже столько раз помер в таких бесплодных атаках, что теперь предпочитаю лучше из боя выйти, ничего не набив, чем поехав и откормив своим здоровьем какого-нибудь очередного птуровода охреневшего, который стоит в кустах и ничего не делает. Ну попробую ещё боёк затащить. Та же самая карта выпала. А то увидят, что я не нагибаю, скажут, что нахрен тогда тебя слушать. Никто же не принимает во внимание то, что я записываю и разговариваю. То есть, играю и наговариваю текст. То есть, я не отдельно озвучиваю видео. Я говорю, играю, а прочти всегда одновременно. То есть, но это никого не волнует. Как бы должен показывать только бои, где у тебя 20 врагов. Вот, отдельно озвученный, отдельно наумничал. Ну, выбрал бой какой-то классный. Но тут, видите, реплеев нету. Тут поэтому этим нагибаторам очень неудобно. Но всё равно сначала запишут, потом озвучат делов-то. Значит, повторюсь лишний раз, что в гайдах этот танк, как его следующие собратья, не нуждаются. Потому что этот танк примитивен, у него даже дыма нету. То есть, это две гусеницы, корпус и башня. Всё. Из чего же, из чего же сделаны наши танки? Вот этот вот, Старшип, у него, по-моему, тоже дыма нет. Старшип, вот этот самый убогий танк своего левела. Но об этом я расскажу попозже. Когда буду делать видео про американскую ветку. А буду делать видео, когда я прокачаю. Сейчас, кстати, проходит конкурс. Два даже. Марафон кланов. Но я в кланах не участвую, меня мало волнует. И марафон среди игроков. Я просто охреневаю. Ну, я уже сказал, да, что игра внебрачная, внебрачный ребёнок варгейминга. Вот и конкурс очень похож на варгейминговский, да. Только варгейминг уже собаку на них немножко съел. И стал делать конкурсы более, более такие мудрые. Здесь же конкурс примитивный. Надо набрать, кто больше всего одержит побед в PvP режимах, да. Ну, не надо объяснять, я думаю, что количество побед от PvP режимов зависит от количества боёв в PvP режимах напрямую. Поэтому это конкурс для задротов, ботоводов, обладателей общажных аккаунтов, да. То есть, ну, кто там, у кого есть там младший брат, чтобы его там посадить, поиграть. Ещё кто-нибудь такой, да. То есть, в одного-то очень трудно больше всех боёв набить. Вот. Даже бот имеет шанс выиграть со своими, там, сотнями боёв в день. Ну, то есть, я уже говорил, да, шанс выиграть всегда 50 на 50, чтобы там не писало. То есть, ну, минимум, меньше 40% побед в варгейминге практически никого не бывает. Значит, что бот меньше 40% побед вам не привезёт за свою кучу боёв. Вот. Ну, кто-нибудь будет его отпугивать или будем давать ему стрелять сюда, может быть? Вот кто-то там сзади стоит. Почему такой бесполезный человек прикрывает? Вот ещё один бесполезный человек слился здесь на ЛТ-шке. Правильно, надо подрезать, надо подрезать. Обязательно. Помеха слева, помеха... Какая помеха справа? Какая помеха слева? Ничего не знаю, я на танке. Мыслит этот гражданин. О, как она мне втащила, слушайте, больно. Ну, а хрен ли делать? О, убили её сразу после этого. Вот, конкурс, конечно, полное говно. У варгейминга уже конкурс хотя бы, такие конкурсы такого плана стали проходить. Типа, кто больше воинов, медалей соберёт. Там был конкурс, я помню. Кто больше там что-то сделает. Не просто кто больше набьёт боёв выигрышных в рандоме, да, что тупо по сути. Плюс там какие-то баллы проходные, надо какие-то 40 баллов набрать, потом вас допустят, что-то, блядь. Потом херпами розыгрыш, там и какой-то компьютер, типа, на манер IGM, а комп какой-то крутой разыгрывает. Ну, я не знаю, кто его получит, главный задрот или ещё кто-то что-то полагивает у меня сейчас. Ну, здесь все знают, да, что видяха для этой игры нужна несколько мощнее, чем для всех остальных игр про танки. Так ещё у меня и запись видео идёт на видяха, у меня нету отдельной карты для захвата платы. Поэтому не надо мне писать, что я играю на калькуляторе. Это оптимизацию для этой игры на калькуляторе делали. Ну, серьёзно, здесь нету какой-то супер выдающейся графики, да. Но единственное, что оправдывает, это то, что здесь на картах постоянно что-то происходит. Самолёты падают, корабли ездят, что-то пуляют какими-то снарядами друг к другу. То есть довольно-таки интересные вещи происходят. Вот, может поэтому из-за этих эффектов какие-то лаги есть. Но явно не просто из-за боёв. Давай, иди танкуй, ты же фуловый. Я даже кумулятивный заряжу ему сейчас в 40 танк. Кумулятивные снаряды здесь снова носят больше дамага, но меньше у них пробития. Это в отличие от Вар Тундры, где кумулятивы и пробивают, и дамажат. На совках здесь очень классно клинчевать. Не давать стрелять себе в нижний лист, тогда у вас танк будет более живучий. Потому что в лючки танку, вот в эти верхние, проходит только треть дамага, если не меньше при попадании. То есть тут люки на башнях отстреливать смысла практически никакого нет. Но иногда, конечно, происходят какие-то рандомные, как я понимаю, моменты. Либо если вы под хорошим углом в люк выстрелили, тогда дамаг полный. Исключение составляет советский танк Т-80. Вот видели, как снаряд криво-косо полетел? Это у меня ещё модули на точность стоят, всякий экипаж прокачан. Ах ты сука. Чем это он его? Кумулятивом, что ли, ваншотнул? Вот, Т-80, он походу забагованный, ещё неисправленный. Короче, у него дамаг в люк проходит стопроцентный. Я просто на 72-ке сам попадаю регулярно в бои к этим танкам. Сколько раз стрелял Т-80 вот этот в люк на башне. Он там у них не сильно-таки выпирает. Да вот, дамаг всегда проходит стопроцентный. Очень мощно. То есть, кумулятивом всаживаешь, 550 дамага, там, 600 вылетает, как нехрен. Надеюсь, что исправят, потому что, да, мне ещё на Т-80 ещё гайды пилить. Ну вот, в бою 2 800 дамага я набил. Надеюсь, критики потенциальные этого видео будут довольны. Бывает больше, но чаще, конечно, меньше. Но я, опять же говорю, если в бою света нет, светляк не едет впереди меня, не обнаруживает для ОБТ врагов, да, то есть, ничего не сделать, дамага не будет. Издалека стрелять, ну, на советском танке, ну, очень косой. Можно попадать, да, можно даже дамаг набить, но, сука, как криво летят снаряды по сравнению с ОФ-40. Мне вообще на 4-м левеле танк ОФ-40 нравится больше всего. Оф, О-Оф-40. Но это я тоже в другом видео уже буду говорить. Ну, на этом закончились 64-ки, переходим к 72-ке. Первое, что бросается в глаза, то, что танк стал более, да, более, более такой крупный, да, но мне показалось даже, что у него ствол немножко короче. Но не суть. В общем, вот, танк стал более такой живучий, ему добавили здоровье, да, ведь он стал побольше, да и 5-й левел, поэтому накинули, по-моему, около двух сотен здоровья. У него стало более опасное орудие, более кусачее. Ну, надо же соратников пробивать. В основном, благо, великое, это кумулятивные оперионные снаряды вот эти. Они пробивают 278 мм брони, что на 50 мм, как обычно, меньше, чем бронебойные. Но пробивать своих одноклассников в нижние листы, этого вполне хватает. Кстати, о самом танке. Здесь написано, история Т-72 разрабатывалась как более дешёвая альтернатива Т-64. Мне сразу вспоминается слоган одного стирального порошка, типа, дороже не значит лучшее, или дешевле не значит хуже. Что-то такое там у них было. Вот этот стиральный порошок, у которого эмблема была хрюша. Ну, свинья, чего уж там. Значит, у этого танка появилась вот эта вот резиновая контрацепция колёс и гусениц, значит. Что это так гордо? Это гордо зовётся экранами. Значит, в описании. Бронирование. Несмотря на простоту, резиновые юбки обеспечивают весьма неплохую защиту бортов, машины от кумулятивных и фугасных боеприпасов, поскольку заставляют их детонировать на значительном расстоянии от корпуса машины. Но в этой игре, собственно, я сколько раз стрелял кумулятивными и фугасами, ну, ещё вначале, может, по незнанию, или случайно так попадал танком без вот этих экранов в колёса и в гусеницы, дамаг практически никогда не проходил. От фугасов дамаг проходит очень маленький, от кумулятивов дамаг не проходит вообще. Ну, в БМТшке, в БМДшке там проходит, да. А в танке, если в гусеницы выстрелите, дамаг не проходит. Мне кажется, что это отнюдь не заслуга вот этих резиновых, резиновой юбки. Мне кажется, что сами по себе колёса и гусеницы в этой игре неплохо экранируют кумулятивы. Но, возможно, что это мне так показалось, я не знаю. Ну, значит, посмотрим, насколько он хорош теперь в бою. Внешне очень похож на 64-ку, да. То есть, несмотря на то, что танк стал больше, ну, я уже сказал, да, юбка появилась. Внешнее сходство 64-ка и, наверное, процентов 70, да. Поэтому создаётся такое обманное ощущение того, что у всех остальных танки другие и новые, да. Вы не знаете, куда их пробивать и так далее. А у вас танк всё тот же самый. Вас всё так же пробивает в нижний лист. Ну, то есть, есть такое дело. Заодно можете посмотреть, сколько здоровья у ваших товарищей по уровню. Допустим, у танка МК-5 здоровья намного больше, чем у 72-ки на 400, на 500, на 600. Ну, в зависимости от того, какое оборудование они поставят, да, на танк. На него, мне кажется, очень выгодно ставить защиту корпуса, который здоровье повышает. Вот, намного больше здоровья. И вот именно с этого уровня, да, с пятого, начинает возрастать разница в живучести между советскими танками и всеми остальными. То есть, советский танк начинает всё больше отставать по здоровью от своих собратьев по уровню. И с каждым уровнем, мне кажется, что эта разница всё больше увеличивается, потому что 72А имеет всего лишь на сотню здоровья больше, чем 72УРАЛ. Урал — это название просто обычной 72-ки. Мне сейчас повезло, что они такие косые стрелки. Ну, 72 он медленно ездит. Я не знаю, как они успели сюда приехать раньше, чем я. У них, видимо, спуск там лучше, и не надо объезжать своих сокомандников, которые решили под мостом внезапно развернуться. На самом деле, карта вот эта очень унылая. Наверху вот там... А, как наверху? На первых... На первых... Нулевая первая и вторая линия. Это вообще там, я не знаю, там стоят... Там воюют в основном ПТУРами. Там... В кустах наши на D-линии, на H-линии стоят враги. Ну, вот видите, да, что... Кто у нас туда поехал? Истребитель танков, машина разведки и БМД-шка. У них кто стоит? Ну, у них танки почему-то там стоят. Ну, видимо, это... Днища. И вот у них двоих уже нету. Я уверен, что они умерли именно там. А здесь вот под мостом, да и вот там, вот в этом горле, здесь воюют танки. Причем желательно танки с крепкими башнями. Потому что здесь только башню все и высовывают. Вот. И кто первый начнет чаще других высовываться, тот на этой карте и сливается. Потому что, как во многих других играх про танки, кто ждет за углом, тот в бою и победит. То есть, ну, невозможно как бы... Ну, вот смотрите, они высунулись, да, нацелились, ждут, когда вы высунетесь. То есть, вы высунетесь, вы свою плюху получите. А они уедут, вы плюху дать ответ не сможете. В свою очередь, можете попытаться подождать их, когда они высунутся. Вот такая суть геймплея здесь происходит. С этой стороны моста. Поэтому я эту карту не очень люблю, она мне вообще не нравится. 72 здесь практически не реализовать. Если я сейчас начну перестреливаться с вот этими господами, вот по этой линии, да, моя команда мне... Ну вот, у чувачка терпение окончилось. Он получает призовой кумулятивный снаряд в корпус. Да, мои вот эти два товарища, если можно их так назвать, они в перестрелке участия не примут, потому что они сведены вот туда примерно, да. То есть, враги могут вот досюда доехать спокойно, не опасаясь огня с их стороны. Так, попытаться... Ааа, черт. Да, не попытаешься, их там очень много стоит. Поэтому надо ждать, когда союзники заедут ему в тыл. Ну, давить я что, один давить я по... Один давить я не могу, можно сидеть за камнями и философствовать. О чем я еще хотел сказать. А, да, у Mail.ru, как-то локализатор игры в России, есть свой форум, где есть такие топики, как вопросы разработчикам, предложения разработчикам и так далее. А я вот сижу и думаю, разработчики ведь игры официально это Obsidian Games, а они-то по-русски вряд ли разговаривают и вряд ли на русскоязычный форум придут за какими-то идеями. И уж точно вряд ли, что админы с форума русскоязычного комьюнити будут что-то копировать, переводить и передавать своим, собственно, коллегам, которые и являются настоящими разработчиками. Поэтому, когда пишут какие-то предложения, требования, вопросы и жалобы, да, то есть, мне кажется, что, скорее всего, в 90% случаях никакого отклика это не найдет, просто потому что Mail.ru не является разработчиком этой игры. Немножко косонько. Боюсь попасть ему в экраны, поэтому кумулятивы лучше выключить и стрелять бронебойными. Разница между стрельбой и кумулятивами... Лучше вообще на этом уровне стрелять кумулятивными из Т-72 Урал, потому что оно... Перестрелка между нижними листами происходит в нижнем листе, никакого защиты от кумулятива нету, броня там небольшая, кумулятив пробьет нижний лист любого танка на этом уровне точно так же прекрасно, как и боевой подкалиберный снаряд. Здесь он называется БОПС, сокращенно, по-моему. Если я ничего не путаю. Ну, враги защемились за камень, тут можно теперь неделю стоять, ничего не будет, поэтому надо что-то делать. Провоцировать их разрядиться, приглашать. Я не знаю, он в меня фугасом, видимо, выстрелил, оставил мне 1033 жизни. В ответ получил плюху на косарь, значит, что он не очень опытный игрок и можно с ним попытаться поразмениваться. Еще одна плюха на 450. В общем-то, суть игры здесь такая же, как и в World of Tanks, да и как, наверное, в War Thunder. Ты ищешь на поле боя игрока, который играет хуже, чем ты, и начинаешь его нагибать, набивая себе стату. И всячески над ним доминируя. То есть, чем я сейчас и занимаюсь. Ну, нашел такого игрока, давай тащи бои. Это называется типа скилл. Тем более, что по всем остальным направлениям наша команда почему-то слилась, хотя бы. Атаковали вроде бы бравым строем, большим количеством. Но все равно... Ну, и опять же говорю, что вверху, вот по этой линии, я же сказал, там будет слив, там и слились. Потому что там птуроводы, видимо, знают свое дело. Так. Я думаю, что надо фугасом добить этого... Этого господина, чтобы не париться. Всегда возите с собой несколько фугасов добиваясь подранков. Недобитков. Потому что неважно, сколько танка... Сколько жизни и здоровья у врага, его ствол от этого слабее стрелять не начинает. Подранков надо добирать при первой возможности. Во-первых, введут, когда сюда алинимера. Он, видимо, обязательно здесь будет. У вас будет красивая стата. За счет скрышенных фрагов. А вот этот леопард занимается не очень благородным делом. Он стоит и нагло ждет. У него скорострельность, я так понимаю, будет лучше моей. Попытаюсь в размин, конечно, пойти. За клинчо. Ой, кумулятивом. Зачем Герасим утопил свою муму? А у нас ствол не опустится. Мы его добить не сможем. Придется утонуть. Особенность Т-72, что поделать. Чифтан хотел закрысить, да, не успел. Ну что, 2700 дамага я уже настрелял. При этом у меня жизни еще одну плюху получить позволяют. Нет, я оставлю кумулятив, не буду переключаться. В общем-то, все то же самое, как на Т-64. Здесь враги все так же пробиваются в нижний лист. Вы тоже в нижний лист пробиваетесь. Он у вас стал более, по-моему, наклонный. По-моему, он даже встал в размерах. Танк, конечно, увеличился. А нижний лист как будто стал чуть-чуть поменьше. Но я думаю, что тоже увеличился. Поэтому при возможности его нужно прятать. Но в этой игре его прятать негде. Я не видел такого ландшафта, где бы позволяли обстоятельства и условия прятать именно нижний лист. Как из рогатки снаряд немножко по баллистической траектории, да? То есть немножко такая катапульта. Вот. Поэтому, когда его запускаешь, кажется, что промахнусь, да? Но потом он начинает падать как бы на цель. Атакую я немного, видимо, под углом сверху. И дамаг проходит. Вот. Кому-то пишут, что лох тупой в чате. Постоянно. Мне не нравится в этой игре политика банов чата вечных. Банят за малейшие нарушения. Поэтому полкоманды всегда молчуны какие-то. Вот. Я сам регулярно получаю баны. Практически каждый день. Сегодня второй день, когда у меня бана нет всего лишь от начала, как я играю. Вот. Я стал, начал воздерживаться, завуалировать матюки звездочками. То есть как-то пытаться. Мне не нравится правило этой. Это просто ебаная библиотека. То есть у людей нормально, что от боев бомбить. Нечего им за это чат банить. Здесь, поскольку это игра внебрачный ребенок Wargaming. Мне так нравится эта формулировка, которую я придумал. Но я надеюсь, что я ее придумал. Я до этого ее вроде нигде не слышал. Здесь есть такой же мотофильтр в чате, да? То есть включаешь и тебе матюки не показывают, да? То есть автоматически слова мата заменяются звездочками. Но сука дотошные люди какие-то не смогли жить просто со звездочками. Отключили себе мотофильтр. Читают матюки. Их это задевает за яички. Они кидают жалобы, видимо. И люди получают баны. То есть вот так. Ни себе, ни людям. Russian style. Ну вот, козыряю скиллом, что я здесь первый по дамагу в команде опять. Ну, сыграл я, конечно, ну не очень топово. Я мог бы раньше начать их продавливать, да? Но здесь поспешишь, конечно, и медаль Филиппа Киркорова это и получишь, слившись первым. Так, дальше переходим к танку, к следующему. После Т-72 Урал следует Т-72А. Значит, в Т-72А надо купить мне динамическую защиту контакт 1. Придется потратить немножко свободного опыта, который я копил да переводил за золото. Вот, немножко донат в эту игру от добрых людей облегчает, конечно, прокачку техники. Потому что не надо ее выкачивать из стока. Поэтому видосы выходят чаще. Вот, чисто ради вас, трачу 8300 свободного опыта и устанавливаю ДЗ контакт 1. Значит, почему я не ставил динамическую защиту контакт 1? Давайте прочитаем, что в ней не так. На верхней лобовой плите и передней части башни Т-72 устанавливаются блоки динамической защиты. Гусеницы прикрываются экранами. Это повышает защищенность машин от кумулятивных снарядов. Вот, вроде бы, позитивно, да, и хорошо гусеницы прикрыть от кумулятивных снарядов. Но, опять-таки, но, во-первых, у кумулятивных снарядов здесь и так пробой не очень-то большой, да, 326 мм. Пробиваемость, да, у подкалиберного 381. То есть, ну, типичная 50 разница, 50 мм пробития. Во-вторых, куда важнее было бы повысить этой машине защиту от Птуров, которые очень дико дамажат. Да, вот пробиваемость структуры 716 мм, но это гонево на самом деле. Танком-ровесником Т-72А на шестом левеле ХМ-1, да, прадедушка танка Абрамс и МБТ-70 танком, я Птурами в башню и в корпус вообще дамага не нашу. Птуры их не пробивают. Птуры, да, у которых 716 мм пробиваемость. Это же интересно, сколько они там брони имеют, эти машины. Вот, а динамическая защита не дает защиты от Птуров. Я лично был свидетелем профита, когда выстрелил по 72 с этими квадратиками, кубиками на корпусе, да, и нанес ей 700 дамага. Во-вторых, в чем минус этой брони? Вот, сейчас я ее даже поставлю, да. Стоит она, конечно, просто как Лада Приора. 325 тысяч. Ну, когда-то Приора столько стоила, или это первый взнос был, не знаю. Вот, броня появляется там, куда никто не стреляет. Никто не стреляет Т-72 в башню. Нахрен это надо. Все уже уяснили, что у Савков башня, у Савочков башенка непробиваемая. Никто сюда не стреляет ни при каких ситуациях. В верхний лист стреляет, ну, если под углом стоят, да, то есть вот с такого, с вертикального. То есть, ну, чтобы не такой острый угол был, иначе он тоже непробиваемый. Ну, и в-третьих, а нахрена сюда стрелять, если у 72 есть прекрасный нижний лист, который отлично, отлично пробивается, да. И кумулятивами, и всем, чем хочешь. Поэтому я и поставил эту защиту последним, последним, что прокачал. Я посчитал ее не таким уж нужным предметом для себя. Но вы, конечно, можете поступать, как хотите, по-своему. То есть, я эту машину, она у меня не в топе, но все равно ее буду снимать такой, какая она есть. Почему? Потому что, если я прокачаю двигатель за 11 тысяч опыта, что я получу? На полсекунды, на полсекунды раньше танк будет развивать скорость 32 км в час. Если я получу топовый бронебойный снаряд, вот этот оперенный, подкалиберный, что я получу? У меня урон станет на 11 больше и пробиваемость на 9 мм больше, да. То есть, ну, 11 дамага, это что это? Ну, это просто мелочь. У меня мелочь в моем кармане больше, блин, чем этот пробой. И здесь точно так же, кумулятивный, да, там, на 15 больше урона, на 8 мм пробития. И при этом, такие суммы надо на прокачку вот этих снарядов, да, вот этого двигателя баснословный. То есть, за один бой ты столько не заработаешь. Это надо целый вечер какому-то бедному человеку после работы фармить, чтобы поставить движок, который будет батюшке с ратюшкой на полсекунды разгоняться быстрее. Обалдеть. Но, правда, чтобы открыть модификатор подвижности, это придется прокачать. У этого танка, в отличие от его предыдущего, ну, в отличие от его предшественника, появились ПТУРы. И это, наверное, главное отличие этого танка от Т-72 просто. ПТУРами стрелять в некоторых моментах очень, очень так приятно, да, если уметь это делать. То есть, ну, сейчас, если будет возможность, я, конечно, это продемонстрирую. Но вообще, конечно, эти динамические защиты, вот эти квадратики, они, конечно, внушают, внушают. Вот, как бы, это такая чисто наша, фишка наших российских и советских, там, вот этих танков, вот в этих вот квадратиках. Мне кажется, это главная примечательная деталь. Особенно, когда люди еще плохо понимали, что это, что это такое, чего он защищает. То есть, казалось, что это божественно круто. Ладно, погнали в бой. Ну, вот, собственно, мы и в бою. Значит, что можно уже сейчас сказать, резюмировать, так сказать. Т-64 на своем уровне танк довольно-таки нагибучий. Он там, можно сказать, одна из лучших машин на своем левеле. Не потому, что она такая хорошая, а потому, что там много плохих, кроме нее. Т-72 Урал на своем уровне, ну, примерно вровень идет со своими собратьями по пятому левелу. Не лучше, не хуже многих других машин, да. В чем-то лучше, вернее, в чем-то хуже, да. УВН там, ну, как и здесь, как и везде, УВН там просто не дает нормально поиграть на машине. Ну, и Т-72А. Эта машина на своем левеле, в общем-то, один из самых сосущих аппаратов. Просто полное говно. В основном потому, что такие машины, как XM1 и MBT, практически в лоб не пробиваются и пользуются этим. Они смело вываливаются лоб в лоб на 72-ку и ее забирают. Она ничего им не может сделать практически. Там очень трудно попасть в эти уязвимые места, они очень маленькие. В свою очередь, Т-72-ка как пробивалась в нижний лист и люк на крыше, так и продолжает это делать. В нижний лист с полным дамагом, в люк с неполным. Вот, и ничем эти кубики, я повторюсь, ей ни хрена не помогают. УВН все как и был, как у садовой лейки. Вверх еще хоть как-то, вниз вообще никак. То есть, удовольствия от игры на этой машине, опять же, никакого. Одни мучения. Складки местности не для нас, все не для нас. Страдаю. Вот непонятно сейчас, каким чудом XM1 их не сливается. Значит, XM1... Да куда ты, блядь, в дрису? Челдон. Почему-то, когда я стреляю, с записью стреляю, из прицела у меня почему-то лагает. Все сюда приехали. Ну, блин, зашибись. Правильно. Зачем нам второй фланг? Встанем кучей здесь. Мы же советские. Смотрите, все 72-ки здесь. Как вы думаете, почему не здесь? Повторяю, потому что складки местности не для нас. Во всех остальных местах 72-ка это просто печенька, которую съедят и все. Здесь, на этом изломе, если заехать на самый верх, не опустишь ствол, не сможет стрелять по противникам. Вот там, на линии 8 и 9, где тоже есть некоторые сосредоточения наших войск. Кстати, эта карта одна из самых лагучих почему-то. Наверное, потому что здесь растительность мега какая-то офигенная. Вот, там, на линии 8 и 9, там в кустах очень стоит много птуроводов. Очень много БМП, БМД, ББМ. И если туда выехать, да, на прямую наводку, вы быстро наловите птуров себе в пачку и здравствуй ангар. Ничего там, там делать тоже нечего, поэтому там очень мало, очень мало кто воюет. Ну, вы сами все видите, да, то есть ситуация на миникарте, как бы, мои слова сейчас подтверждает, что только одна 72-ка там, остальные все здесь. Почему 72-к так много, если танк такой отстойный, спросите вы? Потому что патриот. Здесь комьюнити, это евросерверажи, да, по-моему, здесь, ну, там, где я играю, не знаю, СНГ, наверное, даже правильнее сказать. Тут все наши. Тут все, все хотят армату. Ну, в основном, кстати, играют из-за арматы, да, армата, типа, новейший танк, супер-мега там вообще. Надо, надо выкачать кровь из носа, терпеть, качать, качать армату. Все армату хотят, хотя там, собственно, остальные танки тоже ничуть не хуже будут. И пантеры, и абрамсы. Бам, на 541 по жопушке. И танк загадочным образом пропал, варгейминг-стайл. Вот, появился. Ну, Леопард АВ, Леопард АВ, он такой, зря он на нем в атаку едет. У него ВН хороший, он мог бы стрелять издалека. Так, придется, видимо, ПТУРом добивать. Вот, Леопард АВ, он картонный, в принципе. Ну, картонный, это все, кто пробиваются в нижний лист. Он картонный, как и 72-ка. В общем, танк такой, на уровне 72-ки. Но, я же говорю, что короли этого уровня, это EXM-1, на мой взгляд, и MBT-70. Да, у них, может, не такой высокий пробой, не такой классный ствол, как у 72-ки. Но, все-таки, дамаг набить можно. Но, при этом, у них есть УВН и охрененная броня. Пропал. Ну, как пропал? Ну, что за засветка здесь такая? Здесь, в этой игре, кстати, есть проблема с захватом цели. Захват цели, такое ощущение, что действует ровно 5 секунд, после чего цель слетает, выпадает из прицела. Не пропадает из видимости, а именно прицел ее отпускает. Так. Вот видите, где стоит машина разведки? Или это легкие танки? Нет, это именно машина разведки, ББМ. Вот, если я ему в затылок попаду. Нет эффекта. Нет эффекта. А вот был бы у меня снаряд заряжен, снаряд бы успел жахнуть. Этого леопарда. О, еще кто-то новый игрок нарисовался на карте. Ну, карта такая, застойная. Говнотанк, это про что пишут? Про М2 Брэдли? Не знаю, не играл. Так, вот, еще одна 72-ка, еще одна 72-ка. Наскучила стоять там, приехала стоять здесь. Здесь карта застойная. Тут бои, сука, затяжные. Ну, или команда сливается, просто едет. Попали. Видите, жопу высунул, преху получил. Опа, 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 назад, назад, назад. Опа, фраг. У кого здесь больше терпения, тот фрагов и набьет. А вот это, сука, плохо. Пробил меня, гад. Я успел заднюю включить, конечно, но... Да как так-то? О-о-о, фантастически. А это откуда вообще хоть? А, ну, все понятно сверху. Ну, я говорил. Это то, о чем я... Я набил 2000 дамага, конечно, свои. Но это то, о чем я говорил. 72-ка вынуждена воевать на плоскости. На дорогах, на полянах. В самом начале видео я об этом сказал. Ну, советские танки. И именно в этих местах эти танки сами по себе являются прекрасной мишенью, что и произошло. Меня просто убили из кустов. Потому что БМП-3 меня подсветило. У меня света никакого не было. Ничуть себя не оправдываю. Просто карта не для советских танков. Я не говорю, что карта говнища, да. Вот есть карты, которые мне не нравятся, но они мне не нравятся именно на советских танках. Когда я играю там на танках других, все отлично. Карты прекрасны. Ну и боёк напоследок. Кстати, забыл сказать. Самое-то важное, что у 72-ки появились, это не ПТУР. Это то, что дымовая завеса появилась. Один раз можно дымом выстрелить, если на вас там ПТУР наводят. Или там врагов много приехало. Только на шестом левеле у Советского Союза появляются дымовые заряды. Жесть, конечно, полная. У Леопарда-1, по-моему, на третьем левеле уже были дымовые заряды, гранаты, или как это назвать. Вот. Как бы Советский Союз, видимо, долгое время брезговал этим девайсом. То есть многие, кстати, могут спросить, если 72А такой отстойный танк, что он нихрена не может против своих ровесников сделать, да, что он пробивается, а пробить не может. Почему вообще именно 72А, да? Почему Т-72, потом 72А, а потом уже Т-80? Почему не более позднюю модификацию какую-нибудь поставить, там, Т-72Б, там, еще что-нибудь? А потому что здесь не в угоду баланса, а в угоду, как бы, году выпуска машин XM1, допустим, и Леопард-2АВ выпущены были примерно в начале 70-х. Ну, как выпущены? Они в серию-то не пошли, в серийные производства были только прототипы, вроде как. Так, стопы, походу, мне дамага везут, 500-очку. Сука, лагает, бля, во, попал, халявушка. Приехал смертник, разведчик, герой-разведчик посмертно. Никогда не понимал, зачем люди так делают. Вместо того, чтобы получать урон по засвету, да, то есть засвечивать врагов, чтобы ваши союзники по ним дамаг наносили, получать зато опыт, некоторые приезжают просто и сливаются. За то, что он обнаружит там кучу врагов, ему вроде как, кроме медали, ничего не положено. Так, на чем я становился? XM1 и Леопард-2АВ, да, они были, короче, прототипы, их выпущены где-то в начале 70-х годов. Где-то там же примерно был выпущен МБТ, вот этот 70-й, который тоже хреново пробивается. А 72А была, ну, модернизация сделана аж в 79-м году, то есть насколько поздний танк, да, и при этом он проигрывает вот этим западным аналогам, которые даже в серию не пошли. А ведь говорили, что у нас это танки, там аналогов-то не знают, что машины прям, эх, какие. Вот, а если 72Б брать, то 72Б вообще 85-го года модификация, то есть уже слишком, слишком поздняя для этой игры, поэтому я не знаю, как они, будут ли какой-то баланс осуществлять, не будут, или так и оставят, хрен его поймешь. Но на 72А очень многие ругаются. Много народу не вылезает из боев ПВЕшных, да, в ПВП не ходят просто на этом танке. Многие пытаются в топово там хотя бы выкачать, а некоторые выкачивают, и там так и остаются, играть против ботов. Так, еще один. Ну, этот нормальный товарищ пробивается в нижний лист. В свою очередь он очень косо стреляет, без сведения такое ощущение, что он сейчас шмальнул просто. Бля, ебаный столб, сука, в прицел залез. Тут снаряды вроде как пробивают некоторые такие предметы, но меняют, видимо, траекторию. Иногда видно, что снаряд попал в забор, там, в столб, но все равно дамаг наносит. Сейчас что случилось, я не знаю. Может, столб задел, просто изначально, может, криво пошел, то есть мимо цели. Ну, какой-то игрок, конечно, там, так, ПТУР, отбой. Какой-то игрок пассивный очень, он едет сливаться, такое чувство. Сейчас вот дымом, вот, воспользовался, чтобы, по мне, ПТУРом не всадили. Дым очень полезен в этом плане. Опа, опачки, блин, контейнер мешает. Так, еще дамага. Ну, вот уже 2200 настрелял. Это будет очень хороший бой, у меня такие подозрения. А вот это вот единственный человек в этом бою, который старше всех на один левел. Леопард 2, видите, он седьмого. Леопард 2 надо забирать. Это очень, очень опасная, видимо, машина, я так подозреваю. Еще дамагу. Так, он что, сдриснуть решил надо. Главное, вот, не дать ему сейчас уехать, потому что он может уехать в глубокий тыл и дамажить уже оттуда. Бля, вот это я, походу, зря его танкую. Вот всегда, когда я стал заложником вот этой ситуации, когда у команды появляются какие-то первые успехи, и ты начинаешь... Да, сука, почему нет эффекта, мразь? Ты начинаешь ехать, давить на волне успехов, вот, и... Да ёб твою мать, куда вот он сейчас пробил-то? Такое ощущение, что он вот у меня сейчас верхний лист пробил. Вот, и ты начинаешь думать, что команда тебя поддержит, а команда нихрена тебе не поддерживает, естественно. Но надо его в любом случае забирать, надо в любом случае его, сука, сливать. Нахрен он здесь нужен. Ну, блин. Я шотный, он шотный. Вот я думал, что команда его окружит, но смотрите, они стоят наверху и похрену. А, мне его ещё не пробить. Полный назад, сука. Залупа. Ладно, ну, ладно, это я, конечно, лоханулся, конечно. Вот был бы это мой ровесник по уровню. Чё ты делаешь, сука, фугасами его, фугасами добивай его. Ой, блядь. Ну, слава богу, ё-моё, хоть добили. Чё этот XM-1 выделает? Вот про этот я говорил, танк, который предок Абрамса, который в лоб вообще почти не пробивается. Вот. И ещё, что я хотел сказать, что повышенный дамаг советских пушек, да, и повышенное пробитие компенсируется с успехом тем, что у всех остальных пушки зачастую более скорострельные и более точные. Вот. То есть преимущество, казалось бы, есть, но и то нивелировали. Так что, ну, а чё вы хотели? Западный разработчик американский игру сделал. Чьи танки в игре будут рулить в итоге? Как вы думаете? Ну, явно не советские, да? Ну, чьи угодно. Но я хоть думал, что, ну, уверенно, второе место будут держать. Но чё-то теперь я сомневаюсь, короче. Думаю, что у обсидианов советские танки будут в заднице. Да. Вот. Богатый внутренний мир Т-72. Ну, в общем, на этом можно заканчивать. Когда будут следующие видосы, когда будут видео про Т-80, про Т-90, говорю срок, когда прокачаю. У меня, мне пресс-аккаунт, как вы все уже знаете, не дали. Всё приходится своими силами, своими трудами. Зато не надо ни под кого прогибаться. Можно с матом, с перематом. Другой вопрос, что не всегда хочется к этому прибегать. Ну, так что вот так. Так что, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Рано ли, поздно ли видосы будут. А пока, адьо, амигос. Аплодисменты. 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 Аплодисменты.